Русский император Павел I был сыном Екатерины Великой, слабым правителем, самодуром, любил муштру, а еще его убили офицеры-заговорщики золотой табакиркой. Вот, собственно, и все, что обычно помнят о нем после школы. На самом деле, Павел один из самых недооцененных монархов нашей истории. И если бы не его реформы, не исключено, она могла бы пойти совершенно другим путем. Скорее всего, не очень хорошим для России. Проблемы с Павлом начались сразу после его рождения, 20 сентября 1754 года. Официально его папа император Петр III, а мама Екатерина II. Неофициально настоящим отцом Павла был любовник Екатерины граф Салтыку. А может еще кто-то. Мама Катя была известная зорница. Но это еще не самая плохая версия. Возник слух о том, что Екатерина родила неизвестно от кого мертвого ребенка. А Елизавета Петровна, императрица того времени, желая на всякий случай получить еще одного наследника мужского пола, приказала этот факт скрыть. Ну и, соответственно, ребенка подменили. То есть вместо мертворожденного из ближайшей крестьянской деревни около царского села принесли, мол, крестьянского мальчика карельского происхождения. Ну или чухонца, как тогда говорили. Так это было или нет, никто до сих пор не знает. Зато точно известно, что Екатерина маленького Пашу почему-то не любила и видела в сыне только конкурента. Именно она позволяла своим фаворитам, кто бы там ни был на тот момент фаворитом ее, просто пренебрежительно к нему относиться, откровенно над ним издеваться, морально его унижать. Вот это, кстати, изменило его характер. Некие странности потом в его поведении, они появились. Но они появились вот именно вследствие вот этого ситуации, когда наследник престола оказывается одним из самых, ну что ли, высмеиваемых, да, и презираемых, по сути дела. В уме маленького Павла прочно засело предубеждение против матери. Оно выразилось в непреодолимом чувстве подозрительного страха, сознательного недоброжелательства. Между матерью, также не любившей сына Петра от рождения, и сыном лежала глубокая пропасть. Уже после прихода к власти он всех будет подозревать, вот, что они на самом деле к нему продолжают относиться, вот как с презрением, что за его спиной что-то постоянно интригуют, что недоверие, в принципе, к людям, потому что добра, в общем-то, от людей и высшего света он не видел. Итак, матушка померла, Павел первый император, и никто из высшего света его не уважает, потому что мама Катя всех против него настроила. Что сразу сделал бы хитроумный правитель? Попытался бы со всеми подружиться, подмазать, подкупить. Что сделал Павел? Прям с порога заставил дворян себя ненавидеть. Во время торжественной коронации был опубликован манифест о так называемой трехдневной барщине, согласно которому помещики не имели права привлекать крестьян к барщинам работам больше, чем три раза в неделю. То есть три дня выделялось на работу на самих себя крестьянам. И вот этот манифест о трехдневной барщине, он, по сути, положил предел, в общем-то, такому все более и более нарастанию крепостного права, вот этих самых крепостнических отношений, и положил предел, скажем так, увеличения бесправия крестьян. Следующий момент, который он переходит уже к красную черту за интересами дворянства, он запрещает продавать крестьян без земли. Это уже, конечно, существенное ограничение. То есть, по сути дела, на те базовые привилегии, которые они получили при Екатерине, курс на их отнятие. Но это очень разумное, ну что такое продавать, это вообще просто без земли, это как с обращением, ну, в общем. Ну, это вот, вот это, по сути дела, уже рабское состояние. Хотя она крепостная, но это, по сути дела, уже рабское. При Екатерине Великой крепостные превратились, по сути, в рабов. Их могли продавать без земли, а работать они должны были только на господ, отрабатывать барщину. Павел запретил одно и ограничил другое. Но при этом император массово раздавал свободных государственных крестьян помещикам в крепостные. Да где тут логика? Любой помещик, он заинтересован в том, чтобы его крепостной исправно работал на помещика, да. А для этого, ну, как минимум, он должен быть живым, да. Поэтому в случае голода помещик просто вынужден кормить своих крестьян. А вот государственные крестьяне во многом предоставлены сами себе. Они вроде как принадлежат государству. А фактически местная администрация, пока там местная администрация раскочегарится, да, подвезет запасы, там, допустим, зерна. Очень были частые случаи, когда часть крестьян просто вымирала от голода. И как бы притормози, Паша, хоре, возьми паузу от реформ. Но нет, император оказался без тормозов и взялся за армию. Образ нашей жизни офицерской после восшествия на престол императора Павла совсем переменился. При императрице мы помышляли только, чтобы ездить в общество, театры, ходить во фраках, а теперь с утра до вечера на полковом дворе. Учили нас всех, как рекрутов. Дисциплина действительно при Екатерине резко упала. И многие гвардейские офицеры не столько службой занимались, сколько различными развлечениями, придворными, так сказать, различными увеселениями и тому подобное. Павел считал, что раз они служат в армии, так вот они и должны заниматься, прежде всего, армейскими делами, именно службы государству. Вот поэтому было запрещено, соответственно, заниматься чем угодно, кроме военной службы. Вот, фактически с утра до вечера дворянин теперь должен был находиться в казарме, руководить своими солдатами, участвовать в учениях. Та самая муштра, которая ругает Павла. Как будто в других армиях не марширует, не ходит строем, не отрабатывает слаженность действий. Но самое главное, из-за новшеств монарха Самадура пострадали невинные дети. Дворянские, разумеется. Дело в том, что при Екатерине Великой ребенка-помещик можно было с пеленок записать в армию. Малыш тут же получал жалования и звания. И то и другое росли, пока рос сынок. Понятно, к казне от такого паразита были сплошные убытки. Баста, решил Павел Первый и прикрыл лавочку. Первое, что он сделал после прихода к власти, это приказал явиться всем на осмотры, соответственно, полковые. И те, кто не явятся, вот эти малолетние офицеры, так называемые, подлежали тут же отчислению из этих полков. То же самое касалось генералов. В составе полков дивизии и тому подобное, числилось огромное количество престарелых людей, которые уже явно, конечно, нести службу не могли. Их это тоже касалось. Приди на осмотр и занимайся военным делом. Если не приходишь, отставка с пенсии, без пенсии, это там уже другой вопрос, в зависимости от заслуг и тому подобное. Ее ужас отменил часть дворянских привилегий и ввел для дворян телесные наказания. Понятно, бить кнутом простого мужика, но аристократы, это же полный зашквар. Примерно так писали про Павла современники. Несомненно, Россия страдала под управлением такого человека, душевное равновесие которого было весьма сомнительно. Он царствовал порывами, минутными вспышками, не заботясь о последствиях своих распоряжений. Как человек, не дающий себе труда взвесить все обстоятельства дела. Простых солдат Павел тоже не забыл. Во-первых, он установил четкий срок службы – 25 лет. Скажите, много? До этого солдаты служили бессрочно, пока не погибнут, не умрут от болезни или не станут инвалидами. Во-вторых, у военных появился ежегодный отпуск – 28 дней. В-третьих, Павел приказал хоронить погибших и умерших солдат с воинскими почестями. И офицеры потеряли право привлекать солдат, будь то гвардейские полки или армейские, к каким-то нестроевым, соответственно, занятиям, поручениям и тому подобное. А до этого пышным цветом расцвела практика как раз использования солдат в качестве слуг, денщиков, строителей имений, допустим, и так далее, и тому подобное. Вот Павел эту практику пресек. И это не все. В России наконец-то стали повсеместно строить большие теплые казармы. До этого военных расквартировывали, то есть селили на квартиры, в частные дома. Кроме того, Павел ввел ответственность офицеров за жизнь и здоровье солдат. Наконец, впервые в российской армии появилась зимняя форма. Да, до Павла русский солдат зимой мерз, болел и умирал от холода. Если, конечно, сам не мог купить теплые одежды. Он ввел шинель. Он. Он ввел жилет на заячьем меху. И что самое важное, вот меня сейчас услышат все, кто служил в армии. Это по сей день сохраняется. Те, кто служили в армии, те, значит, служили в карауле, ходили в караул. А ходить в караул в нашем климате, центральном нечерноземном, зимой, ночью при минус 30 и 40 градусах, вот те меня поймут. Он ввел тулупы на караульные службы. И обязательное условие в карауле, помимо тулупа, еще и валенки. На весь караул две запасных пары и обязательно сухие. В караульном помещении сушилка, чтобы это дело сушилось. По сей день так. По сей день. Ну разве после этого Павел не самодур? А что он творил в международных отношениях? Так вообще, срочно зовите санитаров. Просьба Павла, значит, к нашим послам опубликовать в зарубежных газетах сообщение о том, что в случае, если политика России, какой-то монарх недоволен, то Павел готов вызвать его на личную дуэль. Но с другой стороны, наверное, тут о реальных дуэлях речи быть не могло. Скорее Павел хотел показать, что зачем проливать кровь солдат, когда, в общем-то, виновниками всех этих дел являются воины взаимных и тому подобное, являются именно главы государств. Поэтому, ну, наверное, нужно трижды подумать, прежде чем бросать вызов другой стране. И стараться все-таки решить мирными способами вот эти самые конфликты. В такой простой, в такой наивной форме, как при Павле, самовласть еще ни разу не являлась в России. Это был своего рода бред. Или, как выразился граф Воронцов, хаос. Всякая идея политического прогресса была отстранена. Одно понятие – самодержавие неограниченное – было двигателем всех действий Павла. А еще Павел зачем-то пытался жить мирно со всеми странами, независимо, кто там у власти. Но вскоре понял, что для пацифизма еще не время, и начал вести свою политику. Политику, которая максимально отвечала интересам России. Поначалу русский монарх заключил союз с Австрией и Великобританией против Франции. Но затем разорвал его. Все потому, что союзники предали Павла, прекратили снабжение русских войск и бросили один из наших корпусов на произвол судьбы в Швейцарии. В итоге корпус был разбит, а Павел заключил союз с Наполеоном и собрался идти в Индию. Здесь тоже это было воспринято потом как сумасбродство Павла, какой был поход в Индию. Это вообще идиотизм полнейший. Но тут сразу надо сказать, что идея похода в Индию принадлежала не Павлу, он только присоединился к этой идее, а Наполеону. Что Индия была жемчужиной английской колониальной империи. Если бы ее удалось захватить, то Англия лишилась до третьего дохода. Павел присоединился, рассчитывая на то, что это огромный доход для нашего бюджета. И плюс к этому, опять же, под контролем России окажется стратегически важный район Азии. В Индию, к сожалению, российский правитель не успел. 12 марта 1801 года Павла I жестоко убили. Те самые, кто больше всего пострадал от его реформ. Благородные дворяне. При финансовой поддержке Великобритании. По поводу того, кто более, скажем, виновен в убийстве Павла I и в его свержении, англичане или русские дворяне, на мой взгляд, здесь более-менее просто дело обстоит. Англичане могли сколь угодно финансировать заговоры против Павла I, но если бы не было широкого внутреннего недовольства дворянской элиты, ничего бы у них не получилось. Сын Павла Александр стал императором Александром I. Он отнесся с пониманием к убийству батюшки, не стал преследовать заговорщиков и оставил короткое и емкое определение своему родителю. Невозможно перечислить все те безрассудства, которые были совершены. Прибавьте к этому строгость, лишенную малейшей справедливости, большую долю пристрастия и полнейшую неопытность в делах. Павел одна из самых недооцененных фигур. Просто было выгодно сделать из него козла отпущение вначале его матери, потом это подхватили дети во многом подхватили, потому что приход-то через убийство отца, по крайней мере, со стороны Александра, убийство отца. И нужно было морально себя оправдывать потом за это очень долго, и поэтому этот имидж полусумасшедшего идиота на троне Самодура поддерживался. И советская историография была выгодна, потому что тем самым дискредитировался институт монархии, когда все зависит от произвола одного человека. Но в реальности, подчеркиваю, все-таки среди российских императоров фигура в человеческом, по крайней мере, может быть, одна из самых симпатичных.